кораблекрушение автомобильного перевозчика м в golden ray м в golden ray это автомобильный перевозчик длиной 200 метров который перевернулся 8 сентября 2019 года сент-саймонс-саунд недалеко от порта брансуик в джорджии сша автоперевозчик golden ray был построен на верфи в ульсане южная корея его киль был заложен 23 декабря 2015 года а спущен на воду 26 августа 2016 года он был доставлен от строителя 12 мая 2017 года и на момент ее опрокидывание принадлежала и управлялась hyundai glovis golden ray имел длину 200 метров и ширину 35 метров он был оснащен одним дизельным двигателем который давал ей эксплуатационную скорость 19,5 узлов с помощью одного грибного винта и вмещал до 7400 автомобилей 8 сентября 2019 года автоперевозчик golden ray перевернулся в гавани порта брансуик вскоре после того как отшвартовался и направился в порт балтимора корабль вышел из дока в брансуике вскоре после полуночи и путешествовал всего 23 минуты когда начал крениться серьезный листинг привел к немедленному закрытию порта все 23 члена экипажа на борту а также американский морской лоцман выжили в том числе трое инженеров находившихся в машинном отделении корабля во время инцидента береговая охрана сша провела спасательную операцию по поиску четырех из двадцати трех пропавших без вести членов экипажа в конечном итоге все они были спасены и как оказалось находится в хорошем состоянии судно перевозило 4200 новых автомобилей kia и hyundai производства мексики а также автомобили других компаний для доставки на ближний восток согласно отчету car and driver на момент ее гибели на борту корабля находилось около 4300 автомобилей kia chevrolet gmc mercedes-benz и ram корабль направлялся в балтимор штат мэриленд в момент опрокидывания инцидент был упомянут как связанный с внезапной потерей устойчивости возможно из-за размещения груза и неправильной балластировки воды представитель hyundai glovis сообщил средством массовой информации что было какое-то внутреннее возгорание на судне которое невозможно было контролировать а затем он перевернулся пожар задержал спасение последнего члена экипажа национальный совет по безопасности на транспорте согласился помочь в расследовании опрокидывания с двумя следователями назначенными для этого дела в окончательном отчете принятом 26 августа 2021 года причиной затопления было определено сочетание факторов в программу расчета остойчивости корабля которая использовалась для определения надлежащих уровней балластных цистерн были введены неверные цифры и не было процедуры проверки этих расчетов это сделало корабль неустойчивым так как он резко развернулся при выходе из канала когда корабль накренился влево через открытую дверь пилота по левому борту могла попасть вода другие водонепроницаемые двери которые не были закрыты должным образом также допускали затопление в ноябре 2019 года за new york times процитировала флетчера сэмса исполнительного директора алтамаха ривер кипер некоммерческой организации которая следит за загрязнением реки альтомаха в джорджии описав смесь загрязняющих веществ уже обнаруженную в воде включая газ и тяжелое бункерное топливо которые питание корабля а также бензин дизельное топливо и антифриз от транспортных средств которые перевозились по состоянию на середину ноября 2019 года оставалось неизвестным сколько всего утекло в воду сброс мог быть ограничен небольшим количеством но нефти химикаты могли также смыться в болотистую местность и просочиться в реку также была выражена озабоченность по поводу новой волны загрязняющих веществ с перевернувшегося корабля когда его разрезали вокруг залива сент-саймонс и острова сент-саймон были замечены покрытые нефтью травы и плавающие смоляные шарики 1 августа 2021 года после завершения разделки 6 секции корабля началась утечка значительного количества нефти в результате в районе пролива сент-саймонс и острова джекилл были выпущены рекомендации для пляжей были приняты стратегии смягчения последствий внутри и вокруг барьера для защиты окружающей среды чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти первоначально барьер был установлен для защиты морских обитателей от демонтажа на корабле было 24 топливных бака и все они были почти полными когда он опрокинулся к 27 сентября два из них были откачаны а вентиляционные отверстия на остальных закрыты было откачано 15 500 галлонов сша из 300 тысяч галлонов которые предположительно находились на борту порт продолжал работать в процессе спасательных работ с некоторыми задержками ожидалось что спасательная операция продлится несколько месяцев и в чили была отправлена команда чтобы осмотреть ее родственный корабль silver ray чтобы лучше понять внутреннюю компоновку 12 баков возле машинного отделения и 12 в других частях корабля спасательные бригады следили за любым загрязнением вызванным утечками в октябре 2019 года из-за пожара коррозии в соленой воде и затрат на спасение золотой луч был объявлен полностью потерянным и было объявлено что корабль будет разрезан на месте и отправлен на слом страховые убытки корабля оцениваются в 70 80 миллионов долларов а его содержимое 80 миллионов долларов спасательные работы были выполнены компанией t&t salvage с использованием большегрузного судна варсабар 13 декабря 2019 года власти береговой охраны подтвердили что спасатели вывезли все топливо судно 20 января 2020 года спасателям пришлось тушить очередной пожар на борту судна в феврале 2020 года было объявлено что судно будет разделено на 8 секций весом от 2700 до 4100 тонн которые затем будут вывезены на баржах для утилизации в конце октября прибыло крупнотоннажное судно вб-10000 которая 27 октября находилась на месте крушения работы по резке начались 6 ноября 2020 года в конце ноября 2020 года был завершен первый разрез в результате чего носовая часть судна была удалена ожидалось что это займет 24 часа но после задержек вызванных тропическими штормами и поломкой режущей цепи на это ушло более 20 дней корму предполагалось убрать во второй рубке 22 января 2021 года велась подготовка к отделению секции 7 от обломков также велась подготовка к нарезке секции 2 14 мая 2021 года корабль загорелся и для тушения огня были отправлены бригады пожар который вспыхнул когда секция содержащая машины и отделение освобождалась был потушен в тот же день 6 июля 2021 года раздел 3 был удален оставив еще два сокращения еще три раздела до завершения проекта который как ожидалось займет еще несколько месяцев окончательный разрез был завершен 5 сентября 2021 года и велась подготовка к подъему двух оставшихся секций и их закреплению на баржах секции находились в порту брансуико до тех пор пока их не смогли подготовить к транспортировке что включало снятие всех автомобилей с корабля для переработки на местной свалке затем сами секции корабля были перевезены на барже в гибсон штат луизиана для разборки последняя часть обломков была удалена 25 октября 2021 года и удаление обломков было завершено береговая охрана заявила что это была крупнейшая операция по удалению обломков в истории соединенных штатов 26 сентября 2021 года береговая охрана провела пресс-конференцию чтобы объявить об удалении последней секции и завершении крупнейшего в истории сша удаление перевернувшегося корабля это была трудная и сложная операция были проведены консультации с экспертами из разных стран помимо самого корабля в ходе спасательной операции с берега и воды было собрано 4300 килограммов обломков не связанных с кораблем и 3600 килограммов обломков с корабля в результате близлежащие болота и пляжи стали чище чем за многие годы